Всем привет, с вами Джон Панч, и в этом видео я научу вас устанавливать и настраивать юзуэмулятор под все современные игры для Nintendo Switch. Большинство игр на этом эмуляторе уже сейчас могут выдавать стабильные 60 кадров на хорошем ПК, и данный гайд является универсальным руководством по настройке любой игры под этот эмулятор, с оптимальными параметрами для максимальной производительности. Все ссылки на необходимые файлы и ресурсы будут в описании под этим видео. Ну а пока присаживайся поудобнее, мы начинаем. Первым делом скачиваем сам эмулятор с сайта юзуэму.орг. Нажав кнопку Download мы попадем на страницу скачивания загрузчика. Нажав зеленую кнопку Download for Windows мы скачиваем автоматический установщик. Такой режим установки проще и понятнее для простых пользователей. Но есть возможность скачать эмулятор в формате простого архива. Для этого нажимаем Manual Download и выбираем под какую из операционных систем мы хотим скачать эмулятор. Операционки две Windows и Linux. В данном гайде я буду все устанавливать под Windows. На этом же сайте на вкладке Compatability вы можете посмотреть список с совместимых с эмулятором игр. Несовместимыми играми в этом списке можно назвать красные и серые кубики. Самые лучшие цвета в этом списке это синий и зеленый. Также есть игры помеченные черным кубиком Not Tested и многие из них работают. Далее запускаем установщик из наших загрузок. Я буду устанавливать простую общедоступную версию без платной подписки. В верхнюю же версию можно поставить только имея подписку на Patreon. Нажимаем Install. И ждем пока эмулятор скачает все необходимые файлы с сети. Делать он это будет на достаточно низкой скорости, поэтому придется подождать. После чего эмулятор создаст ярлык на рабочем столе, если вы предварительно установили такую галочку. И установится он кстати на диск C, к сожалению, поменять директорию нельзя. Если вам это принципиально, то нужно скачивать версию в формате архива. Но не переживайте, все его тяжелые папки мы будем хранить там, где нам угодно. В дальнейшем я покажу как это настроить. Далее Юзу предлагает нам гайд о том, как нужно дампить файл ключей. На данном этапе нам нужно лишь согласиться либо отказаться со всплывающими окошками. Я нажимаю ОК. И первым делом эмулятор предлагает нам указать папку, где мы будем хранить наши игры. Чем мы сейчас и займемся. Для этого дважды кликаем на папку с плюсиком прямо в центре самого эмулятора и указываем папку, в которой мы собираемся хранить наши игры. Я создам в папке The Games под папку User, в которой собственно и буду хранить все, что связано с User эмулятором. Внутри этой папки я создам еще одну папку с названием Games, в которой я и буду хранить игры. После чего нажимаем кнопку выбор папки. Папка определена и теперь нам осталось сдампить либо скачать игры. И тут возникает вопрос, а где эти игры взять? Об этом вам любезно расскажет install guide на официальном сайте User эмулятора. Это официальный способ, легальный того, как можно доставать игры для эмулятора. Для этого у вас должна быть консоль с этой игрой. А если же ваша консоль вдруг оказалась не под рукой, то вам на помощь приходит интернет. Здесь можно найти готовые сдампленные образы любых игр. Конечно же есть пираты, которые таким образом не имея приставки могут скачать себе любую игру и играть в нее на своем эмуляторе. Вот почему в целях сохранения интеллектуальной собственности правообладателей я заблюрил весь экран. И не потому что я злая какашка и не хочу вам давать доступ к каким-либо данным, а потому что я не хочу, чтобы это видео забанили на следующий же день. Сдампленную игру мы помещаем в нашу папку games. Чтобы игра была по возможности на русском языке важно дампить ее европейскую версию, а иначе все будет на английском. В данном случае игра в формате nsp и содержит также файл обновления, кроме непосредственно самой игры. Чтобы понять какой из этих файлов обновления, а какой игра, достаточно посмотреть на их размер. В самом эмуляторе нажимаем на значок папки с играми и ставим чекбокс напротив scanfolders. Но несмотря на то, что я это сделал, игра в списке не появилась. Почему это происходит? А все потому что игра это как дверь, а чтобы ее открыть нам нужен ключ. В гайде по быстрому запуску юза эмулятора детально описано то, как нам достать файл prot.keys, который нам и необходим. Естественно если следовать этому гайду, у вас должна быть консоль под рукой. Вот именно из-за таких нюансов эмулятор не считается пиратским, так как все файлы вы должны получать самостоятельно. Со своей физической консоли, я это подчеркиваю. Но я не говорю, что нет способа получить его просто скачав из интернета. Кстати prot.keys это файл не одного ключа, а файл связки ключей. И некоторые файлы prot.keys позволяют открыть те или иные игры, а некоторые только одну или две. Поэтому важно, чтобы в вашем prot.keys был ключ, который соответствует вашей игре. А иначе она в списке эмулятора просто не появится. Но ссылку на файл я оставлять не буду, ведь я же не гайдман и у нас тут не телеграм. Как только у вас появится файл prot.keys, его необходимо разместить в специальную папку. Найти ее можно нажав файл. И выбрав пункт в меню Open Use Folder. Здесь необходимо создать либо зайти в папку keys. Именно в эту локацию и следует вставить файл prot.keys, чтобы все работало. Теперь снова в эмуляторе нажимаем Scan Subfolders. И наша игра появилась в списке. Если этого не произошло, возможно, у игры неправильный формат, либо неправильный файл ключей. Теперь узнаем версию игры. К сожалению, она может съехать вправо в интерфейсе, поэтому его необходимо немножечко подтянуть. Нажмите правой кнопкой на игре и выберите параметр Properties. Здесь можно узнать версию игры, а также моды, которые на ней установлены. Но прежде чем что-либо ставить, нажимаем вкладку эмулятор и выбираем конфигурации. В появившемся окне на вкладке General в первую очередь ставим верхние два чекбокса. Limit Speed и Multicore. Единственная настройка, которую еще можно поменять опциональная, находится на вкладке UE. Она позволяет изменить интерфейс вашего эмулятора, допустим, в черный. Я люблю самую нижнюю тему. После этого, чтобы изменения вступили в силу, нажимаем ОК. Вот это уже другое дело. Теперь снова нажимаем эмулятор и снова нажимаем конфигурации. На этот раз рассмотрим вкладку System. На первой подвкладке следует выбрать системный язык. Я выбираю русский. Ниже необходимо выбрать регион. Следует выбрать Европу. Далее переходим на вкладку Profiles. Именно на этой вкладке можно создавать пользователей. У каждого пользователя будет своя папка с сохранениями и переключаться между ними можно также на этой вкладке, просто нажав на нужного пользователя. На вкладке Settings ничего менять не нужно, а вот на вкладке File System следует прописать новые пути. Если на вашем диске C много места можете оставить все по умолчанию, но я предпочитаю переносить тяжелые папки на отдельный диск. Для начала укажем путь к новой папке NAND. Создавать ее буду в папке User. После чего нажимаем ОК и то же самое следует сделать для папки SD Card. Теперь все дополнительные файлы нашего эмулятора не будут занимать много места на диске C. Теперь переходим на вкладку Graphics, где необходимо убедиться в том, что эти два чекбокса активированы. Use Disk Shader Cache и Use GPU Async Emulation. Кроме того, на этой вкладке мы можем выбрать графический API, OpenGL или Vulkan. Этот параметр можно также быстро менять в нижнем левом углу самого эмулятора. В зависимости от игры рекомендуется использовать разные значения. Кроме того, если ваша видеокарта от AMD, то больше FPS как правило вы получите с Vulkan. Но я выберу OpenGL, так как он умеет работать с шейдерным кэшем. На вкладке Advanced установите все так, как у меня. Вкладку Audio трогать не нужно, настройки по умолчанию являются как правило оптимальными. А вот на вкладке Controls необходимо настроить ваш геймпад, если он у вас конечно же есть. Если же нет, то можно играть и на клавиатуре, но это не так удобно. В параметре Choose Controller Configuration выбираем Custom. Нажав Config в списке Player 1 выбираем Pro Controller. Снова нажимаем Config и здесь если у вас нет геймпада, вы можете посмотреть какие кнопки на клавиатуре за что отвечают. И далее настройку не продолжать, но если же у вас есть геймпад, то нужно переназначить клавиши. Кстати, на моем канале планируется обзор недорогого и функционального геймпада с Алиэкспресс. Ищите подсказку в верхнем правом углу видео. Обращу ваше внимание на то, чтобы геймпад определился, он должен быть включен раньше, чем запущен эмулятор. Если же кнопки будут неотзывчивыми, то эмулятор нужно будет перезапустить. Первым делом размещаем кнопки ABXY. Стики же следует настраивать в полуавтоматическом режиме. Для этого внизу нажмите большую кнопку Set Analog Stick. Нажав на нее, появится сообщение о том, что следует сделать после нажатия кнопки ОК. А именно, всего два движения. Первое – переместить стик по горизонтали, второе – по вертикали, в любом из направлений. Теперь выбираем параметр Preset и нажимаем на стик. L1 – это верхний левый курок. R1 – верхний правый курок, если кто не в курсе. L2 – R2 – это нижний левый и нижний правый курок. Далее, сверху справа настраиваем крестовину. Тут все предельно просто. Правый аналоговый стик настраиваем по тому же принципу, что и левый. Не забываем также разметить нажатие на стик. Ну и напоследок, размечаем кнопку плюс и кнопку минус. Это был Xbox контроллер, и теперь я покажу вам, как настроить DualShock 4 контроллер, то есть контроллер от PlayStation. Его также следует подключить к системе, прежде чем запускать эмулятор. Хоть он и включен, но светодиодный индикатор не горит. Все потому, что он подключен к системе не совсем корректно. А чтобы все было по уму, параллельно с DualShock 4 контроллером запускаем программу DS4 Windows. Эта программа превращает ваш DS4 контроллер в Xbox контроллер с гироскопом. Да, вот так, в Xbox контроллере нет гироскопа, а тут есть. Кроме того, с этой программой работает светодиодный индикатор, и можно менять его цвет. Одним словом, сказка, а не программа. Возвращаемся в наш эмулятор, и настроим второго плеера, также по Pro контроллеру, но уже с DualShock 4 контроллером. Все то же самое. Единственное, что теперь скрин капча можно поставить не на кнопку V, а на сенсорную панель, по желанию. Теперь нам следует разметить джойконы. Это вот такая кнопка внизу, на случай, если мы будем играть в игру не в режиме докет мод. Некоторые игры этого могут требовать. Поэтому тут также ставим управление, как и в предыдущих двух вариантах. Но лично я играю во все игры в режиме докет мод, и эта настройка мне пока что ни разу не пригождалась. Сразу же рекомендую вам включить режим докет мод, вот таким вот образом. Это, как правило, повышает качество в играх. Но все может зависеть от конкретной игры и модов, которые вы используете. На этом все настройки управления завершены. Нажимаем ОК, и в принципе больше в конфигурации нам переходить не нужно. Да, и чуть не забыл, на вкладке хоткис вы можете узнать, какими кнопками делать скриншот, останавливать эмуляцию, выходить из юзу, загружать амибо, выключать звук и так далее. В дальнейшем эти знания вам могут пригодиться. Ну что ж, настало время накатить на игру апдейт. Сейчас игра у нас в версии 1.0.0, просмотреть это можно через пропортиз. Как вы видите, никаких модов не установлено, как и никаких апдейтов. Как правило, если у игры есть обновление, то после загрузки оно будет лежать там же, где и сама игра. Для этого нажимаем файл, и выбираем Install File to NAND. Откроется проводник, который попросит нас выбрать файл обновления, который может лежать где угодно, в моем случае он лежит в папке с игрой. Весит он меньше, чем сама игра, и именно по размеру мы определяем, обновление это или файл игры. После успешной установки в разделе аддонс мы можем видеть, какая сейчас версия обновления установлена. Также это можно посмотреть через пропортиз. Там же обновление можно активировать, либо деактивировать, по желанию. Но на некоторые игры в юзоэмуляторе обновление ставить не стоит. О том, нужно ли ставить обновление или нет, можно узнать в сообществе. Navigate to GameDB. Эта ссылка откроет вам официальную страницу сообщества данной игры в эмуляторе. К сожалению, далеко не все игры имеют такую страницу, но те, которые имеют, изобилуют знаниями о том, что именно и как нужно настраивать, какие моды рекомендуется скачивать и с чем эта игра совместима, с каким железом и так далее. В общем, рекомендую к ознакомлению всем. Также нередко на этой странице присутствуют моды и файлы сохранений, которые нужно скачивать. К сожалению, информация всегда скудная. Я никогда не находил шейдерный кэш и достаточное количество необходимых модов по оптимизации, но хотя бы что-то уже неплохо. Возможно, в дальнейшем эти страницы будут более развиты. Ну а пока большинство модов и файлов приходится скачивать у сторонних источников. Например, есть отдельная страничка на гитхаб с модами для свеча под большинство популярных игр. Тут как бы тоже довольно скудная библиотека, но больше чем ничего. И, к сожалению, какого-то общего ресурса, на котором есть все, я пока что не находил. Возможно, если у меня будет время и желание, я такой запущу. Посмотрим. Ну а пока конкретно для Super Mario Odyssey под этим видео будет архив с необходимыми модами, которые нужно просто скопировать и вставить в папку с модами. Для этого правой кнопкой нажимаем на игре и выбираем Open Mod Data Location. Проводник откроет папку, в которую и следует переместить наши моды. Все. На этом установка модов завершена. Нужно лишь убедиться, что они включены. Заходим в Properties и внизу отключаем и включаем желаемые моды. Например, мод, который сокращает дистанцию прорисовки, мне не нужен, потому что мой компьютер достаточно производительный для этой игры. Наконец-то. А все остальные моды я оставляю активными. И чтобы они применились к этой игре, следует нажать ОК. Убедитесь в том, что справа в списке аддон появились нужные аддоны. Если этого не произошло, выключите их, нажмите ОК и заново включите. Такое бывает. Далее для всех, кто играет под OpenGL, потребуется скачать отдельно шейдерный кэш, который избавляет игру от фризов. Ссылку на данную тему в Reddit я оставлю в описании. К сожалению, не все данные шейдер кэши полноценны. Конкретно Super Mario Odyssey работает отлично, сейчас мы его и скачаем. Но бывают случаи, когда вы скачиваете шейдер кэша, он либо очень маленький, либо хуже того не работает. Да, такое тоже бывает, но и об этом я расскажу позже на примере установки других игр. Так как в этом гайде мы будем устанавливать не только лишь Super Mario Odyssey. Скачанный шейдерный кэш имеет формат BIN. Его необходимо распаковать, если он запакован, и извлечь этот файл в нужную папку. Для того, чтобы найти папку, в которую необходимо вставить шейдерный кэш, нажимаем правой кнопкой на игре и выбираем Open Transferable Shader Cache. Но если вы до этого не запускали игру ни разу, появится такое сообщение. И чтобы исправить это недоразумение, включите режим OpenGL и запустите игру единожды. Таким образом, игра создаст путь для установки шейдер кэша, которого на данный момент не существует, поскольку под OpenGL до этого мы ее ни разу не запускали. Здесь достаточно дождаться первой заставки и нажать кнопку F5, чтобы остановить эмуляцию. Теперь при повторном клике на Open Transferable Shader Cache откроется папка, в которую и следует вставить наш скопированный предварительно кэш. При сообщении о замене файлов соглашаемся. Теперь при следующем запуске игры под OpenGL нам придется подождать загрузки шейдеров. И если вы видите примерно такую же картину, знайте, шейдеры успешно установились. Если же они моментально проскочили, то скорее всего шейдеры слетели и вы скачали какие-то не те шейдеры, какие-то старые шейдеры. В общем, такое может быть. И в таком случае вам придется искать другие. Либо же играть с фризами без них, либо же играть под вулканом, если ваша видеокарта позволяет. Кое-какие фризы и подлагивания, конечно, могут встречаться, но это не напрягает, так как происходит достаточно редко и не критично. Сейчас игра Super Mario Odyssey работает под OpenGL. Как вы видите, мы имеем стабильные 60 кадров. Конфигурацию моего компьютера вы можете увидеть по ссылке в описании. Но это OpenGL с шейдерным кэшем. Если же запустить игру под вулкан, шейдерный кэш нам не нужен, потому что под вулкан шейдерного кэша не существует. Под вулканапе мы также имеем стабильные 60 кадров, но с некоторыми микрофризами. Но при этом нам нигде не нужно искать шейдерный кэш, что определенно плюс. Кроме того, я заметил, что плавность картинки под вулканом немножко иная. И тут скорее всего сказывается отсутствие вертикальной синхронизации. Но в целом при этом играть вполне себе комфортно. Напоминаю, что если у вас старая видеокарта, то вулканапе на ней может не работать. Все-таки эмуляторы это программы не для слабых ПК и не для большинства ноутбуков. И если вы видите, что игра не может выдать вам стабильных 60 кадров, заложьте ее на 30. Мой вам совет. Ну а если стабильных 30 у вас нет, то пора бы обновить свое железо. Наверное. Ну что же, с Super Mario Odyssey мы разобрались. Работает она у меня отлично и под вулканом, и под OpenGL. У некоторых из вас она будет работать хорошо либо под одним, либо под другим. Тут все зависит от вашей видеокарты. Поэтому пробуйте, экспериментируйте. Параметр-то всего один, поэтому я думаю не запутайтесь. Либо OpenGL, либо вулкан. Как бы третьего не дано. Но я обещал показать вам настройку не только лишь Super Mario Odyssey. Поэтому идем дальше. В папку Games игры можно помещать как угодно. Они могут лежать все в одной папке, либо содержать под папки. К счастью, юзуэмулятор умеет это понимать. Главное не забудьте указать в эмуляторе правильную опцию сканирования. По многочисленным заявкам подписчиков, следующей игрой станет Astral Chain. Но, к сожалению, в ее контекстном меню нет пункта Navigate DB Entry. Поэтому за особенности ее настройки придется лезть в Google и все изучать самому на Reddit и прочих ресурсах. Наша задача найти моды на игру и скачать для нее шейдерный кэш. Мне в этом помог Google, а вам в этом помогу я. И в итоге мне удалось получить вот эти два архива. Один из них шейдерный кэш, другой мод на 60 FPS. В мод на 60 FPS мы помещаем в папку с модами, как это делать я уже вам показывал ранее. Заходим в эмулятор правой кнопкой на игре и выбираем Open Mod Data Folder, вернее Location и вставляем сюда нашу папку с модом. К сожалению, больше модов для этой игры я не нашел. Если нашли вы, пишите в комментариях, я добавлю ссылку в описании. Теперь извлекаем архив шейдерным кэшем и на этот раз мы его копируем в папку для шейдерного кэша. Не забывайте, чтобы эта папка была создана, нам предварительно нужно хотя бы один раз запустить игру, поэтому я просто сейчас вырежу этот файл, а вставлю его уже после запуска. Если же я попытаюсь открыть папку с шейдерами, предварительно не запустив игру от OpenGL, то появится такая вот ошибка. Да, я знаю, я повторяюсь, но повторение сами знаете мать чего. После запуска игры выходим из нее и снова открываем папку с шейдерами. Вставляем сюда наш шейдерный кэш, скачанный из интернета, с заменой того файла, который тут будет лежать. Ну вот и все, теперь игру можно запускать под OpenGL и она должна работать шейдерным кэшем. Но, к сожалению, сейчас никакой компиляции шейдеров не произошло. О чем это нам говорит? О том, что шейдерный кэш, который я скачал из интернета, старый. То есть игра игнорирует его содержимое и перезаписывает файл, если мы заново перейдем в папку с шейдерными кэшами, мы увидим, что весит он опять мало. Как в этом случае стоит поступить? Во-первых, можно попробовать скачать другой шейдерный кэш на другом ресурсе, погуглив еще полчасика, может быть повезет. Либо же играть под OpenGL с лагами, но при этом собрать свой шейдерный кэш, который в дальнейшем можно дать другим людям. Например, в комментариях под этим видео можно оставить на него ссылку, после того, как вы пройдете игру. Тем самым вы сможете многим помочь. Кстати, в некоторых играх нужно будет вводить имя, и если делать это в фуллскрине, то поле для ввода имени с использованием клавиатуры может не появиться. В таких случаях следует переключать игру в оконный режим, тогда никаких багов не будет. Тут вводим наше имя и нажимаем окей, можно даже кликнуть мышкой, все работает прекрасно. Но вот сама игра работает, но как бы не очень. Есть очень много фризов, багов, да и фпс нестабильный. Средний уровень кадров вы сами можете видеть на счетчике, но в принципе играбельно. Напоминаю, что я сейчас играю под OpenGL, и шейдерный кэш у меня не включен. Вернее, тот, который я загрузил, на самом деле не рабочий, поэтому я по большому счету играю с нуля и строю шейдеры самостоятельно. В дальнейшем все мои игровые фризы более повторяться не будут, и при последующем прохождении игра будет работать плавно и идеально. Ну, на свои те кадры, которые она способна выдавать. Поэтому перепроходить игру будет намного приятнее, а если у вас есть друг, который ее также пройдет на эмуляторе под OpenGL и даст вам файл с шейдерными кэшами, то будет вообще сказка. Возможно, этим другом для кого-то станете вы в комментариях после прохождения игры. Кроме того, я заметил, что под OpenGL спецэффекты выглядят правильнее, чем под вулканом. Например, при смерти противник превращается в какую-то теневую тентаклю и растворяется. Так вот, играя под вулканом, этот эффект невозможно не заметить, дальше я покажу, о чем я говорю. Но для начала посмотрите, как фризит заставка. К сожалению, шейдерный кэш и смена апии ничего не меняют. Тут, скорее всего, нужно просто ждать обновлений юзу эмулятора. Но фризы не смертельные, они некрасивые, впечатление портится, но тем не менее игра продолжается. В данной же локации под OpenGL игра выдает уже 50 кадров и выше, что довольно стабильно. Давайте же посмотрим, что может вулкан. Для быстрого переключения на вулкан апии достаточно прекратить эмуляцию, то есть закрыть игру и в нижнем левом углу щелкнуть на OpenGL. Все, теперь тут написано вулкан, он у нас активирован, как и прочие другие параметры. Обратите внимание, они все белые. У вас должно быть так же. Но все зависит, конечно же, от игры. Некоторые не работают в режиме Docket Mode. Производительность под вулкан апии примерно такая же, как и под OpenGL на моем компьютере. Стоит учитывать. У вас же все может быть иначе, но вот спецэффекты под вулкан апии явно проигрывает. Сейчас я покажу, о чем речь. Помните, я говорил о больших черных тентаклях, которые появляются после смерти противника? Вот они. Под OpenGL они выглядят намного меньше и исчезают более плавно. Не так навязчиво, что ли. Поэтому если найти шейдерный кэш, то конкретно на моем ПК я бы предпочел играть именно под OpenGL. Как бы с Astral Chain все понятно, работает играбельно. Но можно ли пройти игру целиком, это еще вопрос. Лично я дальше этой миссии пока не проходил. Да и вообще, проходить я ее буду скорее всего на своем свитче. Теперь я покажу вам особенности настройки The Legend of Zelda Link's Awakening. Через правую кнопку мыши у нас есть пункт Navigate to GameDB. Нажимаем его и попадаем на официальный сайт юзу эмулятора. Здесь есть особенности в настройке управления. Они выделены красным. Но после них также указано, что мы можем использовать Docket Mode. Собственно, тот, который мы уже настроили. Как видите, наша настройка, которую мы изначально провели, универсальная. И по большому счету ничего потом в настройках конфигурации менять не нужно. Для большинства игр, по крайней мере. Ниже на этой же странице есть ссылка на файл GameMod, который убирает блюр. Если его не установить, то картинка игры будет замыленная. Особенности такие есть. И также есть файл сохранений, который пропускает интро. Вот как раз сохранения мы еще не устанавливали. И на примере этой игры я покажу, как это работает. В первую очередь установим мод, убирающий блюр. Как ставить моды, вы уже в курсе, поэтому эту часть видео я ускорил. Далее копируем файл сохранений. И перемещаем его в специальную папку, найти которую также можно через юзу эмулятор, нажав правой кнопкой мыши на игре и выбрав Open Save Data Location. Если у вас несколько пользователей, выберите пользователя, для которого вы хотите импортировать файл сохранений. Нажмите ОК и вставьте файл в проводнике. Напомню, что переключаться между пользователями нужно в конфигурации. И эмулятор всегда запоминает последнего пользователя, под которым вы играли. Допустим, у вас есть девушка и вы играете в одну и ту же игру и не хотите, чтобы ваши сейвы перемешивались, просто создайте нового пользователя, зайдите в конфигурацию и поменяйте там его. Как по мне, пока что эмулятору не хватает иконок для быстрой смены пользователей. Возможно, в дальнейшем добавят. Включаем все наши моды, нажимаем ОК и запускаем игру. Запускать я ее буду под Вулкан, потому что под OpenGL работает она отвратительно. Ну не то чтобы очень, но есть баги графические, которые мне не нравятся. Файл сохранений, который мы перенесли, пропускает интро-вступление игры, которая, к сожалению, на экран ничего не выводит. Да, есть такие моменты в некоторых играх под этим эмулятором. Также во время загрузок возьмите за привычку нажимать кнопку старт и спамить, собственно, кнопки на геймпаде прям все подряд. Иногда это помогает, потому что некоторые игры требуют от вас какого-то действия, а вот эмулятор это может не выводить на экран. Если что, то конкретно в этой игре во время первой загрузки нужно нажимать кнопку старт. Ну и как вы сами можете видеть, игра работает отлично в 60 фпс. Есть некоторые микрофризы, подлагивания, но ничего такого, с чем бы нельзя было смириться. Вот так с этими знаниями теперь ты знаешь, как установить любую игру и настроить ее на юзу эмулятор. Надеюсь, я тебе помог и у тебя не останется вопросов. Ну а если все-таки останутся, задавай их в комментариях, я отвечаю всем своим подписчикам. И да, не забывай стать подписчиком. Ведь подписка это лучше, чем спасибо. А лучше, чем спасибо, еще есть кнопка спонсорства, которую ютюб недавно дал моему каналу. К выходу этого видео, я надеюсь, эта кнопка уже будет настроена. Спонсоры получают доступ в секретный чат, в котором могут задавать мне лично любые вопросы. Также у спонсоров будут специальные значки на ютюб и эмодзи в комментариях. Я как раз параллельно сейчас все это дело настраиваю и придумываю ранги для разного уровня спонсоров. Ну и разумеется, что если вы будете спонсировать мой труд, то мои видео будут выходить чаще. Вот такая вот нехитрая математика. Так что если ты хочешь стать больше, чем подписчик, добро пожаловать в ряды спонсоров. Мне будет приятно. А на этом у меня все. С вами был Джон Панч. Спасибо за просмотр. Спасибо за то, что ты уже подписался. Я уверен, ты это сделал, потому что ты отличный парень. Увидимся в следующих видео.